Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Тариф прозрачный. Как изменится жизнь рядового украинца с новыми платежками за газ? Кто сообщник? Полиция объявила в розыск возможного подельника убийцы бывшего депутата Госдумы Вороненкова. Сердце фискала. А был ли инфаркт у Романа Насирова? Кого еще испортил квартирный вопрос? Недвижимость, положенная участником АТО, за взятки уходит налево. Дело беглого президента Януковича, которого обвиняют в госизмене, пособничестве российской власти в изменении территориальных границ и введении войны в Украине, будет рассматривать Аболонский райсуд столицы. Так решил сегодня столичный апелляционный суд. Несколько дней назад сюда обратился глава Печерского райсуда с просьбой изменить территориальную подсудность дела. Мол, все его судьи были задействованы на этапе расследования и по закону рассматривать дело по существу они не могут. Хотя защита Януковича на этом очень настаивала. Когда конкретно состоится первое заседание, пока неизвестно, эту дату должен определить Аболонский райсуд. Но если обвиняемый продолжит скрываться от украинского правосудия, то по словам обвинения процесс может быть и заочным. Это позволяет закон, принятый на прошлой неделе парламентом. Генеральная прокуратура не вручила жодных подозр Віктору Януковичу. Он не считается подозрированным. Не вручено также обвинувальный акт. Генеральная прокуратура должна вручить документы через Генеральную прокуратуру Российской Федерации, которая ответила про свою готовность дать любую правовую помощь. Страна внучения выполнила все действия, предоставленные статей 42 КПК Украины, что до направления письмового подозрения до всех известных адрес проживания и места находления Януковича, а также передано до защитников Януковича для передания самому подозрению. Киллера, убившего экс-депутата Госдумы России Вороненкова, ключевого свидетеля по делу Януковича, похоронили сегодня на кладбище под Павлоградом в поселке Сосновка. Что удалось выяснить нашим журналистам о прошлом убийце, смотрите в сюжете. На кладбище проститься с Павлом Паршовым пришли только его родственники и несколько парней спортивного телосложения. Возможно, друзья. Впрочем, узнать точно не удалось. Завидев журналистов, они в буквальном смысле убежали от камер. Простите, пожалуйста, можно у вас несколько слов? Сотрудники кладбища говорят, простились погибшим очень быстро, отпевания не было. Гроб родные попросили закрыть черно-белым флагом, а вместо креста привезли знак с даты рождения, смерти, а также руничными символами. Черный флаг и белый нарисованы. А что было нарисовано? Не знаю, я не рассмотрел. А почему сейчас такие вот значимые люди, как на всей этой обычной? Не видел ни разу. На этом кладбище похоронены родственники Паршова по материнской линии. Местные жители говорят, сами родители Павла в Павлограде не живут. Дом продали и переехали. А вот дед Паршова, когда был жив, рассказывал, что Павел несколько лет назад уехал в Россию. Он был в туточке, а потом поехал в Россию. И вовка говорит, что нет никого у меня тут. Один Пашка. Это внук. Внук, ну правильно. Так в Россию поехал внук или сын? Внук. Внук ездил чего-то. На этих кадрах с камер наблюдения видно, как Паршов догоняет экс-депутата Госдумы Российской Федерации Дениса Вороненкова у отеля «Премьер Палас» в Киеве. А когда тот обворачивается, стреляет сначала в него, затем в охранника. Потом добивает уже лежащего на земле экс-депутата. Телохранитель успел выстрелить в киллера, и тот скончался в больнице. На следующий день советник главы МВД Антон Герасченко сделал громкое заявление. Мол, Паршов – российский шпион, который прошел спецподготовку в особом центре, основанном еще при Сталине. Из каких источников эта информация, Герасченко умолчал. У киллера нашли удостоверение участника боевых действий. Выяснилось, в 2015-м он записался в Нацгвардию Украины и в батальоне «Донбасс» прослужил чуть более года. Затем самовольно покинул расположение рота и был уволен. Он проходил службу в подразделе Национальной гвардии Украины, это батальон спецпризначения «Донбасс». В 2015-м году они были в складе военной части 3057, города Мариуполь. На Паршово в Днепре было заведено несколько уголовных дел, в основном связанных с финансовыми махинациями. С 2011-го он находился в розыске, но, несмотря на это, 13 месяцев прослужил в рядах Нацгвардии. Елена Медалюк, Евгений Коднецов, подробности, телеканал «Интер», Днепропетровская область. Ну и в расследовании этого убийства появились новые детали. Сегодня полиция объявила в розыск возможного сообщника Паршовой. Может быть, бывший боец батальона «Донбасс» Ярослав Левенец. Но статья, по которой его разыскивают, напрямую с убийством не связана. В ситуации разбирался Александр Васильченко. Ярослав Левенец, позывной «Хантер», уроженец «Желтых вод» Днепропетровской области. 32 года, женат, воспитывает двух детей. Широко известен в националистических кругах. Работал тренером боевого ГПК. С 2012-го находится в розыске. Обвинялся в финансовых махинациях. Был арестован. Но позже отпущен на свободу под домашний арест. Сам себя Левенец называл политзаключенным. После революции достоинства был оправдан. Служил в Добробате правого сектора в зоне АТО. А в 2015-м году, после расформирования своей части, перешел в Донбасс. Находился в учебке. Зарекомендовал себя не с лучшей стороны. Наклонностями такими фашистскими. По-моему, ему даже один раз по шее надавали, потому что обнаружили у него в комнате портрет Гитлера на стене. Ребята надавали ему по шее. Которые из первого-второго состава Донбасса. Но что-то очень сильно у нас не поощрялось. По словам сослуживцев, в батальоне Донбасс Левенец надолго не задержался. У него был инцидент с правоохранными органами, потому что его были затриманы и шили ему снова эти самые статьи, что в Майданевске. Но за него очень много патриотов и организаций, как мы скажем так, списалось. И все там с него осталось нормально. Но дальше он разъявил контракт. Одним из тех, кто взял Левенца на поруки, якобы был и нардеп Семен Семенченко. Но сам экскомбат эту информацию опровергает и говорит, что знать его не знал. Как он служил, что он за человек, я с ним не знаком. Информация о том, что я как бы брал его на поруки, не соответствует действительности, потому что все те, кого я брал на поруки, там есть соответствующие документы. Как народный депутат, я это делал и по Левенцу такого не делал. Еще с 2012 года Левенца обвинили в махинациях, связанных с работой центров по обналичке. Вместе с ним в деле фигурировал и Павел Паршов. Тот самый киллер, который 23 марта в центре столицы расстрелял экс-депутата Госдумы Вороненкова. Сегодня на сайте МВД появилась информация. Ярослав Левенец объявлен в розыск. По мнению следствия, он сообщник Паршова. Позже пресс-секретарь правого сектора на своей странице в фейсбук сообщил. Связался с женой Левенца. Женщина рассказала, он действительно 23 марта уехал в Киев по делам. Во второй половине дня у него были две встречи. Одна из них – допрос в прокуратуре. По словам жены Левенца, в тот вечер он перестал выходить на связь. Мы разыскали дом, в котором проживает Левенец с семьей. На телефонные звонки его жена не отвечает. В квартире тихо, никто не открывает. Соседи подтверждают, что именно здесь живет Ярослав Левенец, но семья практически ни с кем не общается. А вы знаете, его в розыск подали? Сегодня только увидела. Удивлены? Конечно. А какие-то, может, отзывы были о нем? Ничего, как бы, ничего такого, как бы, сама удивлена очень. Крайне редко его здесь видели, как бы. Мы знаем, что он тут живет, но вот так вот открыто. В день убийства Вороненкова генпрокурор заявил, киллер на место преступления приехал на Део Ланос. И, как сообщили соседи, месяц назад Левенец приобрел автомобиль. И хотя МВД только сегодня официально заявило, что Левенец объявлен в розыск, на сайте ведомства его анкета появилась на следующий же день после убийства Вороненкова. Александр Васильченко, Елена Брынса, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер. Янтарные будни. Очередной бунт старателей на прошлой неделе в Заречном сменился затишьем и продолжением добычи. Даже мощному оперштабу во главе с Нацгвардией не под силу остановить тех, кто уже почувствовал вкус янтарных денег. Инна Белецкая нашла неизвестные клондайки и проверила, гудят ли там мотопомпы. Десятки километров еще с советской брусчатки. Ехать по ней испытания не для слабонервных. Чтобы хоть как-то уберечь авто, продвигаемся по обочине. Это дорога в село Боровое. Именно его жители в прошлую пятницу устроили акцию возле Заречнинского отдела полиции. Люди утверждали, в их селе полицейские устроили стрельбу и даже бросали светошумовые гранаты. Все это происходило возле школы напротив сельсовет. Что это было, работники не знают до сих пор. Слова было слышно, что стрельбы были, когда ехал автобус. Когда уже начали стрелять и человека поранили, то это уже страшно. Правда, в местной амбулатории о раненом не слышали, не нашли его и мы. В большом селе Боровое на улицах в основном женщины и дети. Все мужчины в лесу. Зарабатывают. Молодежь тоже туда ехали. Обычно на Питер выезжали. Заедут, да, на жену, зверьте, их тако. Дай, поедут, дай. Поедут, милиция дает. Снова едут. Знаете, как это люди? Люди, если бы они шли где-то купить, то они должны туда ехать. Боровое быстро расстраивается. Новые, довольно большие, непривычные для глухого полесья дома. Дорогие машины. Это все янтарь. В пределе здесь даже дети. Вот мальчик лет восьми уверенно управляет небольшим трактором. В прицепе пожарный шланг, с помощью которого качают воду мотопомпы. Боровом нацгвардии нет, в отличие от Кухотской воли. Прославилось это село в прошлом году, когда активисты Автомайдана показали масштабы добычи янтаря. Вот это место сейчас. Ни души. Пока ищем блокпост, натыкаемся на старателей. Вполне неплохой обустроенный лагерь. Место для костра и укрытия от дождя. В воде работают люди. Говорят, эти мотопомпы принадлежат некоему боссу. От камеры отворачиваются. Звонят боссу, спрашивают разрешение на съемку. Тот запрещает. Тогда нам советуют уехать и не создавать проблем. Если вокруг Кухотской воли сплошное бездорожье, то в самом селе отличный асфальт. А вот и блокпост. Нехитрые условия быта. Эти ребята только вернулись из АТО. Теперь стоят здесь, в поле. Тех, кто едет на месторождение с очками, пускают. А вот с помпами нет. Но такие здесь и не показываются. Знают другие пути. Драктором он проедет, а я не знаю, где проедет. До самого места добычи мы добрались пешком. Работают моторы. Один возле машины службы госохраны. Как она попала сюда? Вопрос. Рядом людей нет. Подходить ближе опасно. Мы обратили внимание, что некоторые копатели вот в таких ярких жилетах. Оказывается, не просто так. А чтобы одну бригаду отличали от другой. В такой форме их видно издалека. Но они даже и не пытаются скрываться. Наличие оперштаба заставило людей уйти глубже в леса и болота. Но янтарь добывать не перестали. Моют, как и раньше. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Ривненская область. И новый поворот в остросюжетной судебно-медицинской драме «Насириада». Минздрав опроверг диагноз, поставленный Роману Насирову в Феофании. Напомню, отстраненного главного фискала подозревают в нанесении государства ущерба на 2 миллиарда гривен. Историю его болезни изучила Елена Митясова. На каталке под зеленым одеялом из одной больницы в другую, потом в суд. То почти при смерти, то с инфарктом, то после операции. То уже ничего не было, просто немного подскочило давление. За судебно-медицинской эпопеей вокруг Романа Насирова его чудесным исцелением. В марте следила вся страна. И вот накануне точку в истории болезни Насирова поставил Минздрав. В ведомстве опровергли сделанные клиникой Феофания заключение о здоровье главного фискала. В отриманной нами информации от клинико-экспертной комиссии МОС и демо про то, что лекарь и клиническая лекарь Феофания систематично не обгрунтовано говорили про тяжкий стан здоровья главы ДФС. Хотя подстав для этого объективных с их точки зрения не было. 2-0 в пользу НАБУ. Детективы получили уже второе заключение специалистов, опровергающие диагноз Насирова. Вначале проблемы с сердцем у главного фискала не обнаружили в Институте кардиологии Строжеска. Но вот поставить под сомнение результаты новой экспертизы Минздрава медики из Феофании готовы. Главврач клиники уверяет, члены комиссии, изучавшие историю болезни Насирова, его анализы недостаточно компетентны. Трое из них детские кардиологи, один анестезиолог, остальные научные сотрудники. Без сомнений мы отвечаем за все свои действия, за каждое свое слово и за результаты этих обслуживаний. И не можем погодиться с выяснением комиссии МОЗ. Уважаем, что там не были профессионалы, которые могли абсолютно разобраться в данной системе. Причем, говорит Игорь Семени, в документах нигде не фигурирует диагноз инфаркт миокарда. Хотя действительно не могли его исключить, пока не сделали Насирову коронарографию. Именно это исследование в зале суда главный фискал называл операцией. Адвокаты Насирова уже потребовали от НАБО опубликовать заключение комиссии Минздрава в открытом доступе. Хотят ознакомиться и принять меры. Мы будем обратиться с адвокатским запретом Министерства охраны здоровья. Оскільки данный висновок стосується не тільки лікарів, які проводили лікування, а також и, напевно, стану здоровья нашого клиента. Сам Роман Насиров сейчас под домашним арестом. Жалобы его теперь не на сердце, а на бездействие детектива в НАБУ, которые никак не позовут его на допрос. Елена Митясова, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер. На взятки почти в миллион гривен поймали начальника отдела по работе с участниками АТО Печерской райадминистрации Киева. В правоохранительные органы обратился киевлянин, которому предприимчивый чиновник пообещал двухкомнатную квартиру в элитном новострое на льготных условиях. Естественно, за вознаграждение. Сотрудники столичной прокуратуры вместе с коллегами из нацполиции взяли чиновника в одном из ресторанов в центре столицы как раз во время получения взятки. Правда, имени его силовики пока не разглашают. И еще одного взяточника задержали в Одессе. Там на получение 75 тысяч гривен попался чиновник из обл. администрации. Его имя не секрет. Это Сергей Помазан, директор департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работе. Операцию проводила СБУ совместно с военной прокуратурой. Помазана задержали прямо у здания ОГА. По данным следствия, эти деньги чиновник получил от предпринимателя за крышевание бизнеса, в том числе и за выдачу разрешительных документов. Стоит отметить, что ранее правоохранители предупреждали местные власти о том, что подозревают Помазана в коррупции. Тогда его уволили, но спустя некоторое время он вернулся в чиновничьи кресла. Теперь, если дело доведут до конца, ему грозит до 12 лет лишения свободы. В связи с тем, что служебными особами Одесской ОДА не было проверено служебное расследование и належным чином с дотриманием вымога законодательства Помазана не звольнило, он через суд имел возможность поновиться в указанном посаде. А дело председателя Одесского окружного админсуда Олега Глухарчука по-прежнему буксует. Сегодня служители Фемиды должны были судить за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, но снова не получилось. Почему? Узнаем от Андрея Анастасова. Вот видео с камер патрульной полиции. Из машины шатаясь, выходит водитель, внешне похожий на председателя суда Олега Глуханчука. А вот как затем общается с правоохранителями член исполкома горсовета Николай Шурда, также находившийся в автомобиле. Собственно, это общение и вызвало огромный резонанс. Чемошный, ***? Я плачу налоги тебе, тварь, ***, чтобы ты получал зарплату. Тогда, в феврале, Глуханчук признал, был пьян, но, дескать, не он находился за рулем, хотя в протоколе указано обратное. Все точки над «и» мог бы расставить суд, но слушание не проводится уже больше месяца. И вот сегодня новый поворот. Судья Анатолий Дерус заявляет, не сможет судить коллегу. Ранее, дескать, ему угрожали расправой активисты. Было выговорить, что Дерус, мы вас хорошо помним, мы вас знаем. Это говорит про то, что я не смогу физически провести судовое заседание. Потому что? Потому что заважают проводить судовое заседание. Материалы, как говорят, для объективности в итоге направили в апелляционный суд, чтобы он определил подсудность. Иными словами, заседание теперь могут перенести в другой регион Украины. Активисты уверены, это уловка, чтобы скандальное дело не смогли проконтролировать одесские активисты. Скорее всего, в другой области будет сделано все, чтобы Олег Васильевич Буханчук не был привлечен к ответственности за управление автомобилем неотрезвым состоянием. Самого Буханчука на рабочем месте не найти. Он то в отпуске, то, как, например, сейчас на обучении в Киеве. Тем временем сгущаются тучи над его шикарным домом в элитном районе Одессы на берегу моря. НАБУ подозревает судью в том, что два года назад он не указал в декларации недостроенный особняк стоимостью 7 миллионов гривен. А это может обернуться двумя годами тюрьмы. На днях активисты наведались и сюда посмотреть на особняк, который сам судья называет эллингом. То есть помещением для хранения яхты или лодки. Теперь активисты с нетерпением ждут решения апелляционного суда. Оставят ли дело Глуханчука в Одессе или будут рассматривать в другой области? Что же касается матерщинника Николая Шурды, то недавно он был исключен из состава городского исполкома. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса. Парадоксально, но пока детективы и общественники копаются в старых декларациях чиновников, те никак не могут даже при желании заполнить новые. Единая база, напомню, лежит уже неделю. Сначала на сайте висело уведомление о том, что проводятся технические работы. Теперь и реестр не работает. Чиновники на своих страницах в соцсетях дружно жалуются, что по несколько суток не могут либо зайти на сайт и отправить отчеты. Так, нардеп Ирина Герашенко, например, пишет. Сайт разрабатывали непрозрачно, о чем не единожды мы уже говорили. И объяснений этому безобразию этой системе, которая все время на профилактике, нет. На сайт НАПК сетует в соцсетях и замминистра юстиции Анна Онищенко. Орган, на который выделено столько денег, и которому предоставлены такие огромные полномочия в борьбе с коррупцией, даже не соизволил за год запустить реестр. Народный депутат Ольга Червакова даже придумала игру для подающих декларацию. Называется она «Разбуди меня в 4.20». В надежде, что глубокой ночью сайт НАПК развиснет, пишет она в Фейсбуке. Уходя с работы в 9, прошу оставшихся на дежурстве «Разбуди меня в 4.20». Шутки шутками, но осталось меньше недели. Второй этап декларирования заканчивается 31 марта. В НАПК причины, почему реестр до сих пор не работает, не комментируют, зато реагирует Минюст. Там созвали рабочую группу по вопросам мониторинга работы системы Е-декларирования. На ЗК и ОСС поинформовали нас, что им неведома причина, почему реестр не работает. Они еще и установят, поэтому сказать, когда он запрацует, они не могут. За результатами сегодняшнего заседания мы будем информовать премьер-министра. Питание надважливое. Больше, чем полмиллиона людей находятся под риском криминальной ответственности. Два года тюрьмы за неподачу декларации. Або протоколи про коррупцию за несвоечасное подание декларации. Тариф, который станет прозрачным. Нацкомиссия по регулированию энергетики коммунальных услуг разделила цену на газ и стоимость его доставки для потребителя. Что изменится в платежках и как это повлияет на украинцев, расскажут мои коллеги. Прозрачность, безопасность и конкуренция. Эти три слова сегодня то и дело звучат на заседании национального регулятора. И они главный аргумент для комиссии, чтобы разделить цену на газ и стоимость его транспортировки. Чтобы каждая людина понимала, что отдельно потребуется газ и он может обираться у разных поставщиков на конкурентных условиях. И отдельно не зависит от собственного предприятия Балгаза, а только требовать в него качественные и надежные услуги. Данная система используется почти в всех краях Европы. Все это время украинские потребители получали общий счет за газ. С апреля в платежках появятся новые строчки. Собственно, цена голубого топлива как товара и отдельно стоимость услуги его транспортировки. При этом конечная сумма, которую заплатит потребитель, останется прежней. Моблгазы как получали 7-10% от общей цены на газ, так и продолжают получать. А все остальное потребители увидят, куда эти деньги направляются. Соответственно, для потребителя открывается полностью рынок. Теперь он может спокойно выбрать себе того поставщика газа, который он считает нужным. Людина тогда понимает, за что она платит, что входит в цену газа, что входит в транспортную работу, как в нашем предприятии. Мы четко распишем для нее, покажем, что сюда входит утримание системы газопостачения, сюда входит заработное платное предприятие, которое действует утримание и модернизация, эксплуатацию. Сюда входит и все другие выдатки. Общая сумма, которую сейчас потребитель платит поставщику газа, будет разбита на весь год. Зимой население будет платить меньше, а обонплата станет ежемесячной. По словам руководителей облгазов, это позволит увеличить зарплату работникам отрасли и улучшить качество услуг для населения. После этого, как будет введена обонплата, мы четко будем понимать для себя, что это будет каждый месяц, однако одна часть денег. Мы начнем четко планировать свою работу. Сейчас мы будем иметь стабильную цену, которая будет на протяжении года, что месяц поступает нам деньги, даст возможность нам выполнять инвест-программы и менять ремонт, проводить обладания. В то же время в НКР утверждают, теперь потребители смогут свободно выбирать поставщика газа, а конкуренция и вовсе приведет к снижению цены на газ. Ярослав Кричко, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. Дмитрий Вовк. Председатель той самой национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. У нас сегодня в студии. Добрый вечер. Добрый вечер. Это решение для обеспечения прозорости, безопасности, конкуренции ринку газу. Дае возможность принимать сбалансированные решения для споживача, державы и участников ринка. Для державы и участников ринка, мне, например, понимали. А для потребителя? Для потребителя это очень важное решение. Чему? Раньше мы все платили за газ в целом и до жодного споживача, с кем я спілкувался, не доходила информация, сколько идет нафтогазу, сколько идет укртрансгазу, облгазу, постачальнику. То есть платили за все за разом один котел. Задание нашей комиссии сделать платежку прозорую, срозумелой, сприятий конкуренции. При этом, чтобы у каждого споживача было безопасное, надежное газопостачание. А что потребителя? Какой-то выбор в этом всем? Конечно, у споживача есть два вещи, которые он должен покупать для того, чтобы держать газ. У него есть газ как товар, он имеет отдельную продажу. Это 87% платежки. Этот товар комиссия не регулирует. Это либо решение уряда, либо рынок. Есть отдельно 13%, которые комиссия регулирует, это природные монополии. Облгаз, Укртранзаз. Наше задание – разделить их, потому что они имеют разные роды. Обсяг спожитого газа на цену – это сколько вы спожили. И окременно забезпечить стабильную деятельность работы газопостачания. Прекрасно. Бабушка получила платежку. Да какая там бабушка? Я ее получила. Вы мою цифру, которую я платила ежемесячно, разделили на две части. Так. Мне от этого должно стать легче? Конечно. Потому что вы теперь не залежите от своего предприятия «Облгаза». Вы теперь можете свободно выбирать себе любого другого поставщика. Простою мовою. Простите, Дмитрий, я живу на 11 этаже 15 этажного дома. Я себе квартиру подключу. Это не проблема. Вам не нужно подводить новую трубу. Она будет той же самой. Но теперь вы сможете выбирать другого поставщика газа. Иншого поставщика газа. Вы должны понимать, что есть две вещи. Первое – доставить до вас газ. Я это все прекрасно понимаю. Это достаточно. Або простой мовою – есть таксист, который вас ожидает. И всегда готовы вас подвезти. Або в великую кишеню, або в АТБ. Прекрасно. Спасибо за аллегорию. Но как я буду, кроме «Облгаза»? У меня какие варианты? У меня. «Облгаз» есть природная монополь. Его завдание, чтобы вы… А как же я, как потребитель, буду выбирать себе поставщика? Почекайте. Наше завдание – створить умовы для конкуренции. Мы их створюем и делаем тарифы прозором. А только что сказали, что у нас есть монополист на рынке. Еще раз. У вас есть монополист, который имеет завдание всегда обеспечить возможность отримать газ. Есть поставщик газа, который вам продает газ. Это разные вещи. Газ как товар. Там возможность отримать с трубы. Для того, чтобы труба завжди была… Давайте вернемся в мою квартиру. Так, слушаю вас. Какие у меня… Ко мне пришла платежка. Что я могу сделать? Вот мне не понравилась цена, которую мне предложили. Куда мне звонить? Где эти… Где варианты поставщиков, если вы только что сказали, что у нас монополия? Что дает для потребителей эта новая позиция? Дополнительная ячейка в табличке платежки. Еще раз поясню вам. У вас есть мобильный телефон. Я достану. Мобильный телефон. Вы купили мобильный телефон. И можете изменять своих операторов. У вас есть возможность иметь телефон, и вы за него заплатили. Вы его раз от часа, от часа меняете. Раз на 5 лет, например. Но он у вас есть. У вас есть возможность отдельно изменять оператора. Наше задание – это разделить. Не продавать вам всегда все одним пакетом. Телефон. Я вас поняла. Та оператора. А разделить это. После того, как я получу платежку с двумя ячейками, рынок обретет возможность родить новых игроков и менять своих операций. Не МТС, а кто-то другой. Мы тогда не будем уходить в природу рынка, если честно, хотя тоже, знаете, такое спорное. Окей, а мы с вами поговорили об этой второй ячейке. А что касается самой стоимости газа, который вот мы сейчас все расслабились, зиму перезимовали, летом у нас тепло, в сентябре у нас опять тыдыщ, все в шоке. С этой зоной ответственности вы как-то планируете работать? Еще раз хочу вам показать. Раньше мы платили за все за разом. Мы сейчас отделяем. Есть газ как товар. Это 87% вашего рахунка. Он регулируется або Кабинетом Министров Украины, або рынком. И это не комиссия. Есть 13%? Это лицензиати, которых регулирует комиссия за каждую копейку готова зветовать. Что вкладано в этих тарифах? Это Облгаз и Укртрансгаз. Вот эта речь имеет другую природу, чем газ как товар, который вы споживаете. Я вас услышала. К сожалению, нечем нам пока друг друга успокоить, но будем надеяться, что действительно надежда есть. Вообще, в принципе, есть, кстати, шанс, что газ подешевеет. Цена на газ, на мою думку, будет уменьшиваться, если отбудется от окремления. Потому что сейчас вы полностью залежите от своего единого поставщика. Ну, там вы сказали, что это в 13%. Если вы отделите, окременно будете платить за послы с распределения или транспортирования, и будет конкуренция на рынке природного газа, цены будут, конечно, уменьшиваться. Ну, в районе этих 13%. Нет. Эти 87% могут стать 75% или 70%. Хорошо, спасибо большое. Дмитрий Вовк, глава НКРЕ, был в студии подробностей, рассказал нам о перспективах улучшения нашей жизни после получения новых платежек. Спасибо большое. В центре Киева сегодня митинговали пенсионеры МВД. Полсотни бывших правоохранителей собрались у пенсионного фонда. Пришли они с единственным вопросом, почему при стаже работы более 20 лет государство платит им меньше нынешней минималки. Поддержать бывших милиционеров приехал и народный депутат Сергей Каплин. На переговорах с представителями фонда он напомнил о том, что перерасчет обещали сделать еще в январе этого года. А три дня назад МВД направило обращение в ПФУ, но там ответили, что письма не получили. В свою очередь участники акции предупредили чиновников, что если пенсии не пересчитают, то акции протеста продолжатся. Продолжаем свою борьбу и не имеем никаких абсолютно сумнений о том, что переможем. Мы приняли сегодня беспрецедентное историческое решение объединиться в единый форум, в единый рух. Вы смотрите подробности и вот что у нас во второй части. Грузинский тренд. Как прошел первый безвизовый день для Геноцвальни. Домик Дональда. Кто не пожалел кругленькую сумму за детские воспоминания американского президента. 30 раз боевики обстреливали сегодня позиции ВСУ. В результате двое украинских бойцов получили ранения. А как выживают гражданские в прифронтовых зонах узнаем от Олега Решетника. Авдеевка до сих пор одна из самых горячих точек в зоне АТО. Отсюда до оккупированного Донецка меньше 10 километров. Снаряды оттуда прилетают каждый день. Это утро у местного жителя Степана Андреевича началось с уборки. Его двор после ночных массированных обстрелов буквально усыпан осколками. Все грузит на лопату и выносит как можно дальше. После ни одного десятка бомбежек дом теперь напоминает руину. Но Степан Андреевич не переезжает. Некуда. Едва на улице потеплело, задумался о ремонте. Начать планируют с крыши. Ну это комната. Тут еще все целое. Вот представляете, тут все. А вот эта комната, вторая комната, вот эти три комнаты полностью. Зафиксировать свежие прилеты во дворе Степана Андреевича приехали и представители миссии АБСЕ. Для тех, кто живет под постоянным огнем, обустроить подвал, где можно пересидеть бомбежку, теперь вопрос номер один. Кровать, обогреватель. В общем, все, что помогает выжить под землей. В обуви залазили, запрыгнули, полежать, погреться. А это поселок Зайцево. Отсюда до Горловки меньше 10 километров. Здесь тоже каждую ночь местным приходится выживать под обстрелами. Вот пролетела двора такая вот. Вот тут шлепнула, видите, все развернуло мне крышу. Вот этот двор заметаешь, а он и тут валяется. Владимир Викторович называет свой двор музеем артиллерии. Рассказывает, сюда падало все, что только может. Хотя с сожалением говорит. Раньше и представить не мог, что в свои 75 в родном городе увидит настоящую войну. Тети хотят ДНР захватить вот эту территорию. И вот оттуда стрелять начинает. То там, то там, то там. Ну а уже украинцы наши, мы ответ даем так потихоньку. А на Луганском направлении боевики сегодня стреляли в беспилотника БСЕ. Мониторинговая миссия обратилась в совместный центр по контролю и координации, чтобы там разобрались с инцидентом. Олег Решетняк, Максим Чеблин и Владимир Малахов из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Поддержать переселенцев малообеспеченных и повысить пенсии. Для этого необходимо перекроить госбюджет. Так считает лидер фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко. И он убежден, что ресурсы для этого есть. Перш за все, нам нужно переглянуть бюджет, чтобы в бюджете увеличить пенсийное обеспечение. Это ключевая проблема сегодняшнего бюджета. Потому что он практически построен на том, что обедрали пенсионеров. Подвищение пенсии – это ключевая проблема. Об этом Юрий Бойко заявил во время встречи с представителями ветеранских организаций в зале Верховной Рады. Лидер фракции также заверил, что его политсила сделает все возможное, чтобы не допустить запрета знамени Победы и отмены празднования 9 мая. С такими инициативами, напомню, выступает Институт памяти. Иначе, считает Бойко, будет вычеркнут огромный вклад ветеранов в историю страны. В Балаклее сегодня приступили к разминированию территории склада от боеприпасов, которые разлетелись в радиусе десятков километров от арсенала. Местные жители продолжают подсчитывать убытки. Как люди опасались, их дома пострадали не только от снарядов, но и от мародеров. Все подробности узнаем от Светланы Чакеры. Лидия Демченко, когда начались взрывы, не уехала. Я была с самого начала, я не оставляла вообще, ну, не потому, что я, как, типа, такая, боюсь за свое, что у меня майно. Какое у меня? У меня нет майна. Я просто патриот. Я сказала, я загину на своей земле. Пока одни помогали друг другу, другие рыскали по брошенным домам. Многие горожане вернулись в уже разворованные мародерами жилища. Воры проникали в них без проблем через раскуроченные взрывной волной двери. У меня от хлопка выскочила дверь. Я пришел и даже не сразу понял, что кто-то лазил. Просто вчера уже, когда начали делать уборку, обнаружил, что нет ноутбука, машинки для стрижки и золото. А ведь когда проводилась эвакуация и жителей уговаривали покинуть город, в полиции утверждали, улицы будут патрулироваться и мародерство исключено. Сегодня в Балаклейском райотделе приняли уже 13 заявлений о кражах. Лишь троих мародеров задержали. В основном кражи – это бытовая техника, это деньги и также золотые украшения. Бытовая техника тоже не крупных размеров. Максимум – это то, что самое большое – это компьютеры. Чиновники отчитываются. Подали тепло в многоэтажки. Не работает только одна котельная на территории арсенала. Она полностью разрушена. Завтра приступят к установке металлопластиковых окон и ремонту кровли. Успеют ли восстановить школы за время весенних каникул, пока неизвестно. Министр соцполитики сегодня в Харькове заявил, компенсировать людям ущерб должны из государственного бюджета. Это, естественно, ответственность к государству. Потому что люди невинны в том, что у них под боком взорвался склад. И, соответственно, снаряды, которые там сберегались, и военные боеприпасы, пошкодили и их майно, и их житло, и так далее, и тому подобное. Поэтому все эти сбытики будут порахованы. И тогда кабинет министра будет рассматривать вопросы о отшкодировании. В облсовете подсчитали – сумма ущерба может достичь 400 миллионов гривен. Сегодня жители снова вздрагивают от взрывов. Военные успокаивают. Началась утилизация боеприпасов. Местные жители разместили петицию на сайте президента Украины. Просят закрыть воинскую часть и вывезти все оставшиеся боеприпасы, чтобы не жить, как на пороховой бочке. Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности. Телеканал Интер. Харьковская область. От львовского мэра уходят подчиненные. Заявление написал зам городоначальник. И по вопросам жилищно-коммунального хозяйства уволился по согласованию сторон. Как сообщили в мэрии, Виктор Пушкарев перенес инсульт, и теперь ему нужна реабилитация. В отношении еще одного подчиненного садового главы департамента ЖКХ Юрия Гольца идет судебный процесс. Напомню, его обвиняют во взяточничестве и халатности в деле о трагедии в Грибовичах. Место под новую мусорную свалку во Львовской области ищут до сих пор. Как вариант, хотят обустроить ее возле села Добряны. Но люди против. Их аргументы слушала Галина Якушко. Двухметровую баррикаду и шин соорудили жители Добрян на въезде в село. Так они защищают свою землю от строительства здесь мусорного полигона. Обустроить полигон в селе и свозить туда отходы из Львова предложили областные чиновники. Дескать, 100 гектаров земли все равно простаивают. Тем более, они загрязнены отходами после добычи известняка. Вы до нас? Да, мы до вас. Увидев нашу съемочную группу, подходят местные жители. Расправляют плакаты, укрепляют баррикады и шин. Говорят, категорически против свалки. Это уже нереально. И смертями тут не дозволено, потому что я вторая хата, в которой я живу, куда буду жила, куда святизвалищик. Но новый полигон нужен, причем срочно, настаивает мэр Львова. И строить его нужно в области, а значит договариваться с местными жителями. Забота и областных властей считается давой. Территория в Добрянах не единственная, которую областные чиновники хотели выделить для полигона. Предлагали обустроить его и в Явровском районе, на бывшем предприятии Сирка. Но селяне возмущаются и там. Они даже организовали круглосуточные дежурства, а губернатор уверяет, садовый даже не пытается договориться с людьми. Те люди, которые представляют мэрию и которые ездят или в Яворево, или в Миколаево, или куда-то другое, они занимают позицию с провокацией людей, чтобы не допустить строительство завода по переробке твердых побутовых отходов. На прошлой неделе представители спецкомиссии Горсовета в Добряне все-таки приезжали. Пообщались с людьми, рассказали о проекте нового полигона. И все. Ни проб грунта, ни замерив расстояние до ближайших домов не делали. Так что блокировать въезд в свое село люди намерены до тех пор, пока чиновники и областные, и городские не откажутся от идеи построить здесь завод по переработке отходов. Галина Якушко, Юрий Голубенко, подробности, телеканал Интер, Львовская область. В Украине нужен еще один закон, подтверждающий интеграцию в НАТО. Об этом заявила председатель постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее Ирина Фрис. По ее словам, чтобы разрушить многочисленные мифы об альянсе, необходимо расширять информационную кампанию о ее деятельности. Нардеп также сообщила, что стажировка или учеба курсантов высших военных заведений Украины в вузах стран НАТО наконец-то станет реальностью. А вот вступление страны в Североатлантический блок это долгосрочная перспектива, отметила вице-премьер Ивана Климпуш-Ценсадзе. Наш сегодняшний пріоритет – это обеспечение функциональной интеграции в НАТО, выполнение критерий, развитие спорта, распространение стандартов, увеличение взаимосумействия, обмен опытом. НАТО для нас есть возможность. НАТО для нас есть возможность изменить свои военные силы. Сегодня так важно доносить из всех возможных майданчиков нашим партнерам по НАТО, по ЕС, позицию, относительно того, что наши двусторонние взаимные являются важными. Я закликаю ломать стереотипы и мифы о том, что НАТО. Тем временем Черногория за шаг до вступления в НАТО. Американский Сенат одобрил заявку балканской страны. За проголосовали 97 сенаторов, двое против. А в конце недели запланировано рассмотрение ратификации членства Черногории в Альянсе. Тогда сенаторы скажут свое окончательное слово. Ожидается, что решение о присоединении балканской страны к НАТО получит необходимые две трети голосов. А для грузинов с сегодняшнего дня вступил в силу безвизовый режим с ЕС. Теперь граждане Грузии с биометрическими паспортами могут пересекать границу Шенгенской зоны без предварительного похода в посольство. Одновременно в стране запустили новое направление бюджетной авиакомпании. В Евросоюз полетел и премьер Грузии. Подробнее расскажет моя коллега в Брюсселе Елена Абрамович. Первый в ряду флагов Евросоюза сегодня грузинский. Это дань протоколу во время приездов иностранных политиков. Но далеко не обычный визит для грузинского премьера. Сегодня он приехал не просить, а праздновать предоставление безвиза. Да и главам Еврокомиссии и Совета ЕС больше не нужно повторять, что безвиз будет скоро. Грузия выполнила целый перечень требований. И теперь, можно сказать, не только заслужили, но и получили. Это был долгий путь, но в результате мы стали ближе. Путь, который, я думаю, помог в реформации и развитии страны. Грузия достигла очень многого. И это исторический день для нас всех. Но в частности для народа Грузии, который сможет свободно ездить в страны Шенгена. В Тбилиси и Брюссель вели переговоры о безвизовом режиме с 2012 года. В конце 2015 Еврокомиссия признала, что Грузия выполнила все основные требования. Визовая либерализация послужила важным импульсом для проведения реформ, которые привели к позитивным изменениям в нашей стране. Мы ввели надежную, полнофункциональную, законодательную и институционную базу, как результат выполнения всех необходимых шагов для принятия безвиза. Предоставление безвиза грузинам, как и украинцам, затянулось из-за миграционного кризиса в Евросоюзе. Завершить все процедуры для Украины ЕС обещает до начала лета, чтобы безвиз ездить украинцы смогли ориентировочно с 11-12 июня. Но риски по-прежнему есть. Грузия очень маленькая страна по сравнению с Украиной. И у нее нет границ с Евросоюзом. Так что открытие границ для Украины более проблематично. Не будем забывать и о большой геополитической борьбе, которая сейчас происходит. И это как раз не так очевидно, как в случае с Грузией. Тем временем грузины отпраздновали ведение безвиза почти как Новый год. С массовыми гуляньями и салютами в полночь. А утром, еще до рассвета, местные журналисты ловили пассажиров безвиз в паспортах, которые спешили на первые авиарейсы. Путешествовать грузинам с этого дня стало легче и благодаря бюджетным авиалиниям. Так, например, аэропорт Кутаиси запустил 5 новых рейсов в страны Евросоюза. И обещают еще 15. Цена билета от 29 евро. Елена Абрамович, Евгений Каминский из Брюсселя, Европейское бюро телеканала Интер. Парламент Шотландии проголосовал за проведение повторного референдума о независимости этой страны. Предложение поддержали 69 депутатов против 59. Теперь первый министр Николас Терджин может просить британский парламент о назначении повторного голосования. И хотя три года назад люди уже сказали нет отделению, сейчас обстоятельства резко изменились. Как принимали это решение, узнаем от Оксаны Кундеренко. Дубль два. Правительство Шотландии требует повторного референдума о независимости. В региональном парламенте Эдинбурга проголосовали за новый плевисцит. А все из-за Брекзита. Шотландия хочет остаться в Европе и готова ради этого выйти из состава Соединенного Королевства. Первая по значимости в Шотландии, вторая в Великобритании. Николас Терджин не просто политическая фигура. Лидер шотландской национальной партии, инициатор голосования. Она яро выступает за независимость и очень недовольна Брекзитом. Ведь шотландский электорат как раз хотел остаться в ЕС. 62%, если точнее. Нас заставляют идти против нашей воли. Выход из ЕС, зоны свободной торговли для многих окажется очень тяжелым. Голос людей и голос парламента Шотландии все время игнорируют. И даже сейчас мы можем оказаться бессильными в вопросах Брекзита так точно. Терджин хочет провести референдум побыстрее, осенью следующего года, до отделения Королевства от ЕС. Ее аргумент, богатая нефтью и газом Шотландия, должна как можно скорее войти в единое европейское экономическое пространство. Споры о независимости не утихали никогда. Но вот новый возможный референдум только добавил нестабильности в бизнесе. А бизнес не любит подвешенного состояния. Мы теряем деньги. Накануне голосования в Эдинбург приехала лично премьер-министр. Тереза Мэй и Николас Терджин, два лидера с очень разными взглядами, поговорили с глазу на глаз. Но к согласию так и не пришли. Я хочу напомнить вам об общих ценностях. Свободе слова, демократии, правах человека, верховенстве права. Все это держит Соединенное Королевство вместе перед вызовами. Великобритания покидает Евросоюз и ищет новое место в глобальном мире. И наша сила в эти непростые времена. Единство. Последнее слово все равно остается за Лондоном. И тут Тереза Мэй ясно дала понять, что сейчас не время. Если референдумы состоятся, то только после Брекзита. Впрочем, и Европейский Союз не очень-то ждет Шотландию в своих рядах. Никакого быстрого пути к членству нет. Поблажек не предоставят. Годы уйдут на то, чтобы присоединиться к Евросемье. Похожие разговорами о референдуме шотландские политики лишь зарабатывают себе очки. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин